В наступившем году в школах Российской Федерации произойдут изменения. В Беларуси проходит один из самых добрых благотворительных марафонов «Наши дети». В больнице подмосковной Балашихи недоношенным малышам помощь оказывают волонтеры. В наступившем году в школах России произойдут изменения, пишет российская газета. Все школы не позднее февраля должны открыть запись в первый класс. В этом году должны быть утверждены новые школьные стандарты. Они уже одобрены с доработками Совета при Министерстве просвещения России. В новом документе четко прописано, что и в каком классе должен изучать ученик. Здесь есть и теорема Пифагора, и слово о полку Игореве, и золотое правило механики. Но есть и новшества. Например, на предмете технология уже в начальной школе детей будут учить собирать и программировать роботов, работать с графическими и мультимедийными редакторами. На ОБЖ школьники узнают про буллинг, мошенничество в интернете и терроризм. В Министерстве просвещения разработан новый порядок экспертизы учебников. Теперь разрешено строить школы в пять этажей, но только с учетом самых современных требований. В России разрабатывается национальный стандарт школьной формы. В этом году Рособорнадзор планирует запустить сервис поступления в ВУЗы онлайн. Министерство просвещения разрабатывает единую модель, по которой будут повышать квалификацию российские учителя. В Беларуси проходит один из самых добрых благотворительных марафонов «Наши дети». В рамках акций депутаты, чиновники, бизнесмены и просто неравнодушные люди поздравляют ребят по всей стране, сообщает телеканал «Мир-24». Воспитанников одного из детских домов Минска ждал сюрприз от сенаторов Совета Республики. Они привезли в подарок ребятам планшеты и сладости. В свою очередь дети удивили гостей спортивными талантами. Тренировочный комплекс со скалодромом воспитанникам также подарили в рамках благотворительной акции только в 2018 году. Марафон продолжится до 10 января, а в Минске прошла главная елка страны, куда приехали отличники, победители Олимпиад, воспитанники детских домов. В больнице подмосковной Балашихи недоношенным малышам помощь оказывают не только медики. К таким детям приходят женщины-волонтеры, чтобы подарить шерстяные шапочки и носочки ручной вязки, передает НТД-ТВ. Шерстяные изделия не только согревают, их прикосновение к телу положительно влияет на ритм дыхания и сердцебиения, происходит стимуляция крови. Вязаные вещи для недоношенных детей собирает благотворительный фонд «Право на чудо». При этом приветствуются изделия ручной работы, а жительница Королева Лада тоже дарит недоношенным младенцам шерстяную одежду. Ее изделия связаны из шерсти ангорских кроликов, которая считается нежнее и теплее овечьей. Лада специально завела этих пушистых животных, чтобы помогать детям. Ее ферма открылась 7 лет назад и стала первой в России. После стрижки Лада сама придет в нитки, а потом вяжет носочки. В первый же год волонтерской работы она связала 700 пар. Заветная цель – вязать по 6 тысяч пар в год. Женщина уверена, мамам очень важно видеть своих малышей в яркой жизнерадостной одежде. В окна маленьких пациентов больницы в Приштине постучали волонтеры Care for Kosovo Kids. Они спустились на специальных тросах с крыши в палаты к детям, которым не посчастливилось заболеть в праздничные дни, сообщает Евронюс. Волонтеры поздравили малышей и расстали им подарки. Организация занимается помощью детям, у которых диагностировали рак, и их семьи. А тем временем волонтеры итальянского благотворительного фонда Сент-Эгидио устроили праздничный ужин для сотен мигрантов и бездомных Рима. Столы установили прямо внутри базилики Санта-Мария и Интраставеры. Всего Сент-Эгидио приготовило угощение для 60 тысяч человек по всей Италии. Исполнителицы главных ролей в новой экранизации «Маленьких женщин» рассказали о библейских ценностях, которые демонстрируют героини этой истории, сообщает портал Викторис со ссылкой на Christian Post. Недавно состоялась мировая премьера новой экранизации романа Луизы Мэй Олкот «Маленькие женщины». Как отметили актрисы Лора Дерн, Сирша Ронан и Элиза Сканлин, героини этой истории остаются позитивными образцами для подражания для женщин сегодня, демонстрируя библейские ценности доброты, милосердия и бескорыстия. Американская актриса Лора Дерн, известная по картинам «Большая маленькая ложь» и «Парк юрского периода», говоря о своей героине, отметила, что для нее материнство глубоко духовно. Как отметила актриса, героиня вдохновляет своих девочек держаться истинно и не отказываться от своих целей и мечтаний. Как объяснила исполнительница роли Джо-актриса Сирша Ронан, в персонаж ее привлекла преданность семье и решимость идти вперед за мечтой, несмотря ни на что. В США открыта новая галерея искусств и религиозного стиля жизни, в которой будут свободно обсуждаться вопросы высокой духовности, веры и искусства, пишет «Седмица» со ссылкой на Religion News. Соучредитель галереи Линея Спранси выросла в христианской общине в Орегоне в семье известного рок-музыканта, и потому, по ее словам, религия и искусство всегда были тесно переплетены в ее душе. Ныне она возглавляет Bridge Project – новую крупную галерею искусств в Южной Калифорнии, которая стремится выявить связи искусства с духовными и религиозными традициями. Оба директора галереи – Линея Спранси и Кара Меган Льюис – верующие художницы, мечтавшие создать в этой галереи высоко духовное пространство, где люди могут свободно говорить о духовных и религиозных реалиях, надеждах и перспективах. Галерея финансируется известной благотворительницей Робертой Ахмансен, которая с покойным мужем Говардом вошла в 2005 году в список 25 самых влиятельных евангеликов Америки, составленной журналом Time. Мировая христианская общественность встретила негодованием и миллионными петициями новое творение группы Porto dos Fundos, которое изобразило Христа гомосексуалистом, сообщает портал «Восвете» со ссылкой на Daily News. Фильм вызвал настоящий скандал, а в Бразилии дело дошло до поджога офиса компании «Коктейлями Молотова» в канун Рождества. 24 декабря около 4 часов утра офис Porto dos Fundos популярной комедийной бразильской группы забросали «Коктейлями Молотова». Представитель группы сообщил бразильскому новостному порталу UOL, что пожар, вызванный зажигательными устройствами, был потушен охраной. В результате происшествия никто не пострадал. Тем временем, с начала выхода кощунственной комедии, петиция с требованием прекратить показ фильма на Netflix собрала почти 2,5 миллиона подписей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова